здравствуйте друзья доброе утро у нас хороший вопрос я будучи жителем постсоветского пространства совершенно не переношу так называемых ватников они просто выводят меня из себя я разумеется стараюсь не придавать этому значение но это так массово например включаешь телевизор хоть это я делаю очень редко и кругом пропаганда россия впереди планеты всей в таком духе а люди причем в большом количестве искренне верят в это убеждены и пытаются навязывать свою пропутинскую позицию здравомыслящим людям о том что запад загнивает а мы развиваемся это порой доходит до абсурда даже мой отец в этом уверен как вы относитесь к таким людям они порой вас не выводят из себя под скриптом возможно я слишком молод мне ведь всего 18 и я так ярко реагирую на это а вы более взрослый и относитесь к этому спокойно заранее благодарю за ответ вот так вот друзья вопрос поставлен что тут сказать друзья есть много факторов о которых можно поговорить факторы которые как бы добавляют что-то к этой картинке но первое что мы должны сказать это то что идеология или точнее можно сказать мировоззренческие какие-то вещи мировоззренческие то это более точно чем идеология значит мировоззренческие вещи формировались последние там ну скажем на руси если мы говорим да там правильно в руси или на руси вот это интересно просто неважно вот на руси мировоззренческие вещи формировались вот со времен скажем там князь владимира в таком как бы христианском русле но вот как могли да там как могли сколько времени заняло там и какие обстоятельства были так сказать вовлечены это отдельный разговор со всем но как бы вот к тому моменту времени в котором мы с вами сейчас находимся ну скажем или так скажем вот на сто лет назад отойти к революции 17 года вот на момент революции 17 года большевистской так вот вот христианство в основном вот православие точнее православие в основном формировала вот такие нравственные философские мировоззренческие основы общества вот тысячу лет и вот это там остапа бендеровская там почем опиум для народа да вот она так как бы да вот после того как была произошла революция у нас идеологическая так сказать оружие изменилось церковь была просто но я не хочу сказать там пониженную статусе а просто фактически уничтожена начиная с работе служителей культа и кончая ну просто изничтожением физическим разрушением церкви я помню я помню свое детство вот ну скажем 60-е годы так я занимался боксом в секции которая находилась в здании церкви вот метро бауманская спартаковская улица и там была церковь вот храм был и там борцовский зал боксерский зал там изумительная была банька вот в этом в кирпичах вот в этих вот совершенно потрясающего в церкви сколько складов было в церквях а просто вот ну изничтожили потому что две идеологии не могут вместе пойти два мировоззрения конфликтующих не могут уживаться поэтому то которое более сильно его уничтожает ну вот уничтожили так же как когда-то княжеская власть его скажем там православие изничтожил и язычество ну вот нет больше ну какие-то там хохмочки остались да там венок там венки девки бросают там на воду или там не знаю через костер может день впрыгнуть ну так в общем то ну многобожие там да понятно там не обошлось без святых там и как-то вот пришлось заплатить дань язычеству но в целом но в целом и вот сейчас у нас как бы нет коммунистической идеологии сейчас у нас нет православия толком нет ну то есть нужно дать как девки там губы помажут там глазки подведут но вот сейчас вот православие тут подмазал тут подмазал вроде как глядишь так типа православный крест побольше с гимнастом повесил вроде православный то есть это это не фактор но на смену коммунистическая вот этой вот пришла какая-то новая дело не в том что она там коммунистическая или там какая-то фашистская или там тоталитарные еще какая-то но тоталитарном обществе где средства массовой информации контролируется абсолютно и полностью причем они же подзаконно контролируется ведь чеку можно там ну пришить любое дело если он недовольный какой а можно так самого человека пришить можно если что бывает вот такие непонятливые но пришили поэтому когда есть тотальный контроль за средства массовой формацию саддама хусейна была тотальный контроль он там я не знаю к аддапе был тотальный контроль у гитлера был тотальный контроль но ты сейчас такой же поэтому ну то есть мнение white как и как же вот там в интернете это конечно мы говорим что вот хотя они в интернет сейчас научились так класс поскольку то контроль тотальный то соответственно мы говорим вот они что-то свое такое навязывают мировоззрение определенное навязывают ничего фундаментально нового в навязываем навязываемом мировоззрение нет там немножко из православия там значительно очень много из коммунизма сляпали такой современный бренд но этот бренд базируется на внутреннем на на существующем сознании людей каком-то фундаменте там смесь такая мракобесия с нацизмом и в общем вот это все там есть коммунизм тоже был смесью мракобесия с нацизмом разве нет и вот так чуть-чуть какие-то модификации но 80 процентов я вот слышал какой передачу смотрел и там говорят что 80 процентов людей населения конформисты что это значит они не выходят на демонстрации они не ведут активную борьбу там политическую они принимают правила игры не говорят вот так ну хорошо так они не пойдут на на болотную примете они они живут и живут речь шла о российской федерации тот момент я не знаю как там как других странах когда вот мы видели там три года назад демонстрации в киеве на где-то миллион человек выходил это довольно существенно но но все-таки киев тоже там не не то что он 200 тысяч живет то есть тоже может быть те же 80 процентов все равно конформист плюс к этим 80 процентам конформистов добавьте из оставшихся 20 процентов еще там скажем четверть то есть это люди которые не конформисты но им нравится вот им нравится то что происходит и вот вам ваши 86 процентов и все это было всегда и вы можете сказать себе я не могу жить в такой обстановке ну не живите вы можете хотя хочу эмигрировать и я хочу застрелиться я вообще не хочу этого ничего знать я могу вот сказать я телевизор не включаю газеты не читаю там вот смотрю михаила портного пожалуйста это можно то есть вы можете спрятаться от этого частично потому что все равно если вы живете в стране значит вы неизбежно с этими людьми сталкиваетесь значит вы неизбежно втягиваетесь какие-то разговоры в какой-то обмен мнениями но в принципе вы можете не общаться с этими людьми тоже когда тебе 18 это еще неопытный ты по неопытности влезаешь в какие-то разговоры с людьми с которыми на самом деле тебе может быть и не надо было бы разговаривать ну ты пытаешься вот горячие эти молодой горячий пытается кого-то убедить или там переубедить там и так далее пройдет некоторое время и вы перестанете обращать на это внимание вы научитесь вы поймете как бы на практике что гораздо проще с ними вообще не разговаривать или там научитесь переводить разговор на другую тему там еще чуть такое вот отец да тяжело конечно конечно тяжело но больше того вы можете сами стать таким то есть у вас как бы есть большой шанс стать повзрослее и стать таким же вы думаете вы защищены там от от ваты вот этой на всю жизнь нет вы же находит вы же часть этого всего и если вы не принимаете на сто процентов то что вам там на уши вешают а вы можете это принимать на 75 оставшиеся 25 процентов могут вызывать у вас раздражение а 75 могут и не вызывать вот это ко мне все время в каждой трансляции который мы делаем прямой трансляции и в комментариях постоянно мне пишут за что вы не любите там позднера понимаете а это вот как раз процент приятия или неприятия вы слушаете позднера и он на 5 процентов противоречит официальной вот этой пропаганде у него работа такая противоречит на пять процентов а 95 он туда впихивает и вы вроде слушаете его и он вроде бы оппозиционный и вы такое что-то такое скажет а на самом деле это рупор который 95 процентов на вас выливает вот этого вот всего так а какие-то люди как ты посмотри какой революционер прямо на первом канале прям правду матку да значит я помню когда он первый раз вот ну вот этот вот по мере кто ездил с вами орган там одноэтажный америк там первую половину серий он там почти не лгал ну так а вот уже вторую половину вот там уже начал по-серьезному и вот я какое-то обсуждение читал где-то на форуме там российскому и люди говорят вот он поначалу как-то его сложно было смотреть а под конец уже вот действительно правда матка пошла понимаете если без дерьма так ты думаешь на налжет и я к чему говорю что вот это вот вы возмущаетесь может быть выносились пять процентов или даже на 95 являетесь частью этого дела мы все которые там живут жили мы мы все в этом во всем понимаете и я тоже я бы мне просто проще я уже там двадцать пять лет двадцать шесть в каком-то другом мире немножко нахожусь поэтому частично так от меня это все от отлетела но но сколько-то осталось же но не сто процентов же отлетело поэтому следующий вопрос который вы все должны задать составит в том что ваш ли это народ и ваша ли это страна потому что если это ваш народ если это ваша страна если вы себя позиционируете как человек который стремится к высшему образованию какой-то такой интеллигентной работе и так далее то у интеллигенции на руси есть функция такая исторические присущие эта функция значит состоит в том чтобы свой народ любить понимать и пытаться что-то делать чтобы поднять его до уровня этой интеллигенции а не опустить его туда совсем понимаете поэтому вы спросите себя это мой народ потому что если это мой народ вы не будете его называть ватниками вы будете с пониманием и с уважением относиться к тому что происходит вы будете в том что сегодня вы видите видеть может быть какие-то зачатки будущего более светлого и и может быть будете даже что-то делать для этого понимаете может быть вы чем-то займетесь хорошим я не знаю вы чем это это человека зависит кто тогда вот может быть сиротом помогает кто-то инвалидом кто-то я не знаю там ветераном войны той войны или этой войны и так далее какое-то милосердие проявляет может быть что-то такое кто-то пишет эти там книги который будет в людях хорошие чувства блоги ведет на ютубе там может быть у каждого свой путь понимаете я например вот веду этот канал и я хочу сказать что я гораздо больше влияния оказываю на то что происходит там странах бывшего ссср отсюда из америки вот этим каналом чем если бы я жил там вот тут машинка какая-то так стало интересно окей да и чем если бы я там жил ну давайте может быть поверну на на дорогу для разнообразия да кто-то меня стал слушать если бы я жил там москве по этим а так вроде из америки человек что такое рассказывает и те ценности которые в нашем поколении сохранились вот я я пытаюсь до вас донести как бы чтобы вы знали что они есть вы можете принимать или не принимать это ваше дело но просто хотя бы вы знаете что есть да анекдот я могу вы можете смеяться или не смеяться но вы хотя бы будете знать что есть такое никто примерно так вот эта хохмочка значит вы должны определиться самое главное 18 лет вы может быть еще не готовы определиться но вы хотя бы можете задуматься над этим задуматься над тем ваша ли эта страна ваш ли это народ если у вас какие-то обязательства или какой-то признаете ли вы за собой какой-то долг в отношении этого народа страны это не значит что вы должны должны там обязательно жить вы скажем тургенев там жил в баден-бадене и при этом там писал замечательные вещи ничего страшного поэтому это не то что вот так прямо напрямую связано но как бы где ваше сердце понимаете вот я считаю что когда вы с этим определитесь то у вас само собой как бы подчиненно решится вопрос с отношением к людям которые ну может быть вам не нравится что они думают вам не нравится что они являются как бы такими слепыми орудиями пропаганды и так далее бывают в общем думайте я я не знаю как бы не выплеснуть понимаете как бы не выплеснуть младенца вместе с водой из купельки понимаете то есть вот вы можете там в этой в борьбе с ватниками весь народ списать чертой матери и и с чем вы останетесь поэтому тут осторожно надо как бы а эмоции ну понятно дел молодой там 18 лет хочется чтобы сразу и все и ничего не делая правда чтобы так мир пришел в мир а он что был хорошим вот и еще до того как начал в этом мире что-то делать как-то себя проявил что-то так каким-то созиданием бы занялся в эти мир какой то оказалось недостаточно хороший не хочется созидать в таком мире поэтому как только вы переключитесь на себя на то что вы можете сделать в этой жизни для себя для других для страны для народа и так далее для родителей вот таких какие есть они они наверное вас любят очень независимо от их там взглядов и так далее скорее всего обычно родители любят своих детей подумайте о том какие жертвы они своей жизни принесли ну не то что они такими вот жертва жертва но от чего им пришлось жизни отказаться для того чтобы вас вырастить и там на ноги поставить и еще от чего придется отказаться пока вы будете там в институте учиться и тогда посмотрите это это тоже все важно так что вот я бы на этом наверное закончил счастливо